300 законов за год, что запретило и разрешило Государственная Дума перед тем, как уйти на каникулы. В следующем сюжете мы расскажем о последних принятых поправках и законах, которые, как предполагается, должны улучшить жизнь россиян. 27 июля был рассмотрен законопроект, который защищает предпринимателей от необоснованного содержания под стражей. Бывает, что в ходе следствия уголовное дело рассыпается, подозреваемый выходит на свободу, а бизнес уже не восстановить. В деловой среде даже появилось понятие «уголовное давление». Поправки призваны минимизировать так называемую коррупционную составляющую при расследовании экономических преступлений. Следователь обязан мотивировать причины, почему он просит продление ареста. Если основанием является совершение каких-либо следственных действий, о которых он заявлял в предыдущем ходатайстве на арест, он должен объяснить, почему эти следственные действия не были совершены. Одобрили депутаты снижение НДС на фрукты и ягоды с 20 до 10%. По расчетам правительства это сэкономит отечественным производителям около 20 миллиардов рублей. Одновременно депутаты отменяют льготы на пальмовое масло. Бюджет дополнительно получит порядка 5 миллиардов рублей ежегодно. Эти средства планируется направить на поддержку молочной отрасли. У нас вроде пальмы не растут, масло не производится. Но как оно могло под льготы попасть? Мы попросили, чтобы счетная палата вообще проверила, каким образом, кто инициатор, ну, отраву еще и в льготы завести. Кто разрешил ввозить пальмовое масло? Ну, зачем? У нас подсолнечное масло есть. В крайнем случае оливковое. Это мафия мировая. Редкая единодушие депутаты проявили и при обсуждении документа, который запрещает микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья. Люди, попадая в кабалу кредиторам, часто остаются ни с чем. Инициативу поддержали все думские фракции. В основном чтении приняты законопроект, который упрощает поиск пропавших детей по геолокации их мобильного телефона. Технически это можно было делать и раньше, но требовалось постановление суда. А согласно документу будет достаточное заявление родителей. Ведь в подобных ситуациях каждая минута на счету. Также рассмотрены поправки в закон, которые расширяют круг получателей выплат на первого и второго ребенка. Увеличивается норма, в результате которой семьи имеют право на получение дополнительных выплат. Речь идет о том, что до сих пор эта норма была полтора проживших минимума на человека. Теперь это норма увеличится до двух проживших минимумов. И еще один законопроект, который затрагивает интересы миллионов семей. Депутаты предлагают законодательно закрепить право ребенка посещать школу, в которой уже учатся его братья и сестры. Поправки в семейный кодекс прошли первой чтение. Ожидается, что они будут утверждены в сентябре, в начале нового учебного года. Редактор субтитров А.Семкин